Все-таки худой мир лучше, чем война, а политику в России всегда делают русские. Так оставьте им эту политику, нам нужно просто жить как все. Ассаламу алейкум. Мне вот что интересно в том, что в одном из эфиров ты говорил о Грузии и протестах. Проводил параллели и о том, в чем разница между грузинским народом и нашим. И на этот эфир отреагировал наш земляк и попытался выразить свое возмущение по поводу твоего стыда за наш народ. И ты отвечаешь тому человеку в другом эфире и говоришь, якобы ты не извиняешься перед Грузией и стыдно тебе не перед их народом. Ты почти весь эфир сравниваешь наши народы и говоришь, что если бы наш народ дорос типа до грузинов, и если бы так же вышли, у меня вопрос, перед кем тебе тогда стыдно. И второе. 400 лет нашей истории периодически прошли в борьбе с властью, и ты хочешь сравнить нашу борьбу с борьбой грузинского или еще какого-то народа, и считаешь, что мы не доросли до какого-то уровня в этом. Ивар Сон. Итак, твой первый вопрос, как я понял, перед кем мне все-таки было стыдно, да? Перед кем тебе все-таки было стыдно? Отвечаю тебе на этот вопрос. Не буду комментировать все то, что ты раньше говорил, не объясняй. Это твое видение. Я лишь тебе одно скажу. Я и на прошлом эфире сказал, отвечать я могу только за свои слова, а не за то, что кому-то показалось, не за анализ какого-то человека, которого он сделал из моих высказываний. Нет, я отвечаю только за свои слова. Вот как я их сказал, за это я отвечаю. Перед кем мне стыдно? Дело в том, что стыд – это такое же чувство человека, как радость, как любое другое чувство. И это чувство, оно само по себе. То есть человек не должен это делать перед кем-то. Он это делает сам по себе. То есть тебе… Вот я сказал в этом же ролике, я сказал, мне очень радостно за вас. Почему-то ни у кого не возник вопрос, перед кем тебе радостно? Никто ведь не спрашивает. Перед кем Тумсо тебе было радостно? Да не перед кем. Это обычное чувство человека, ему радостно. Точно так же, как ему бывает радостно, ему бывает так же стыдно, ему бывает грустно, ему бывает весело. Это чувство человека. Они не должны перед кем-то быть, эти чувства возникать перед кем-то. Не перед китайцами, не перед японцами, не перед чем. Просто человеку эти чувства возникают. Если уж вам, людям, которые так мыслят и считают, что стыд должен именно перед кем-то быть, то я вам предлагаю, чтобы ваш стыд был не перед грузинским народом или иным каким-то народом А пусть этот ваш стыд будет перед вашими теми самыми предками, о которых ты далее в своём вопросе указываешь, что 400 лет они воевали, достойно умирали Перед ними пусть тогда вам будет стыдно, вот перед кем вам нужно стыдиться Понимаете, я убеждён, что лет 20 назад, если бы вы кому-нибудь из людей, живших буквально 20 лет назад, рассказали бы о вот этом положении Которые сегодня находимся, что будут убивать наших людей, и мы будем их молча хоронить и дальше продолжать свою жизнь Как ни в чём не бывало, ходить на работу, на базар, и как будто бы мы и не растили этого своего сына 20-25 лет И как будто бы его и не убили, то вам бы, в лучшем случае, не поверили бы В худшем, может быть, даже отругали бы, побили бы, может быть, понимаете Вот перед ними тогда постыдитесь А я, как я говорил, я ни перед кем не выражал ни чувство радости, ни чувство стыда Я говорил о своих чувствах, я говорил, что мне радостно, я говорил, что мне стыдно Что касается второго вопроса, 400 лет нашей истории периодически пошли в борьбе с властью И ты хочешь сравнить нашу борьбу с борьбой грузинского или ещё какого-то народа И считаешь, что мы не дорожили уровень в этом Нет, когда я сделаю ролик и буду сравнивать, вот тогда мне нужно будет задать этот вопрос В том, что ты сравниваешь борьбу такого-то народа и нашего Но я не сравниваю, я никакую борьбу не сравнивал Я сравнивал сегодняшний день, конкретный, вот сегодняшний день Я сказал, что сегодня мы хороним и молчим и продолжаем дальше жить А там хоронят, выходят и меняют положение И, кстати говоря, буквально вчера, по-моему, премьер-министр Грузии подала подставку Это результат вот этой акции, которую устроил грузинский народ Вот что я сказал И не нужно апеллировать на то, что мы 400 лет воевали, мы вот такие крутые Да, мы были, действительно, мы воевали, и действительно, буквально 25 лет назад Мы были очень крутые, и мы были на высоте Но из-за того, что мы тогда были на высоте, сегодня это нас не отмазывает Сегодняшнее наше бедственное положение это никак не оправдывает, понимаете? Это, знаете, подобно чему? Вот как наркоман, есть вот человек, который сегодня находится вот в ужаснейшем положении Он наркоман, он колется, он продаёт всё из дома, ворует Чтобы себе на одну дозу денег найти И находится у него всё уже здоровье, у него никакое Он доходяга, буквально скоро умрёт Но буквально лет 15 назад он был чемпионом мира По какому-нибудь виду спорта, мощному, по боксу, по UFC Я не знаю, какого-нибудь чемпиона он был, понимаете? И ты к нему приходишь, говоришь, слушай, ну у тебя очень плачевная ситуация Тебе реально нужна помощь, тебе не стыдно? Давай, завязывай там, давай тебя в реабилитацию куда-то И он тебе отвечает, да я 15 лет назад был чемпионом мира Да кому от этого легче, от того, что он был? Сегодня у него ужаснейшая ситуация Сегодня ему нужна помощь И вот эту ситуацию сегодняшнюю нужно ему менять И не нужно апеллировать на то, что было 15, 20, 300 лет назад От этого мы, понимаете, лучше наше сегодняшнее положение не станет Фонд имени Героя России Кадырова задаёт вопрос Ас-саламу алейкум, пани Тумсо Я смотрю, ты очень хорошо себя в Европе Сирии В Европе Сирии себя хорошо чувствуешь Помощь и донаты получаешь Очки красивые и суперкар купил себе Но ты забыл, что надо платить шефу А то надо в центровой плитку пофине Фонд имени Героя Писал мне Артём Терек Тумсо, нам нужен мир Оставьте эти разговоры, они ни к чему хорошему не ведут Что мы приобрели в результате этих войн Кроме того, что потеряли цвет наций Самых лучших, самых отважных, самых сильных И главное, самых умных Мы потеряли из-за этих войн А что взамен? Ничего, мы всё там же в России Так стоило ли это таких жертв? Я убеждён, что нет Всё-таки худой мир лучше, чем война А политику в России всегда делают русские Так оставьте им эту политику Нам нужно просто жить, как все Я не могу, конечно, не согласиться, что стоит Это тех жертв или не стоило Я думаю, что жертв вообще ничего не стоит Что жертва – это как бы очень высокая цена Но в то же время я не могу сказать, что это того не стоило То есть это такой момент, знаешь Я не могу сказать, что это и стоит, и не могу сказать, что это не стоит То есть, понимаешь, если я скажу, что это того стоит, это будет неправильно с точки зрения, как будто я там не ценю жизнь. Если я скажу, что это того не стоило, то я как будто бы эти подвиги, то, что было, эту войну, как будто бы я её не ценю, как будто бы, знаешь, я не знаю, как на такой вопрос ответить, стоило это того или не стоило. Я думаю, что это война, на ней всегда погибают люди, это как бы та цена, которую за неё платят. И я думаю, что то, что те люди отдали своей жизни, не зря это точно. Вот это я могу сказать. Значит, худой мир лучше, чем война? Не знаю, тоже не могу так точно сказать. Смотря, наверное, каким этот худой мир видится. Война, безусловно, зло, это, конечно, плохо, я против этой войны. Но что подразумевается под худым миром? Я не знаю. Рабство. Лучше ли рабство, чем война? Я думаю, нет. Лучше война, наверное, чем рабство. Тоже вопрос такой, наверное, субъективный. Ну, а далее я не понял, политику в России делают русские, и так оставьте им политику, нам нужно просто жить, как все это... К чему это был призыв нам, в смысле, нам теперь вообще не участвовать в политике? Или что это значит, политику делают русские, и теперь все другие народы должны просто выйти и делать никакую политику, что ли? Я не знаю, я не понял этого комментария. Субтитры создавал DimaTorzok